Выразить благодарность можно разными способами. Можно сказать о ней, а можно и совершить какой-нибудь поступок. Для тех славянцев, кто хотел делом доказать, что помнит о Великой Победе, о своих фронтовых и тыловых ветеранах, в городе были организованы сразу несколько интерактивных площадок. Духовые инструменты – это, пожалуй, самые праздничные инструменты. Когда играет духовой оркестр, понимаешь, что в жизни наступили хорошие времена. Победное солнце, отражаясь в их медном блеске, становится ярче, а на душе от этого веселее. Ансамбль духовых инструментов славянской школы искусств стал идеальным аккомпанементом к патриотической выставке «Стена памяти», которую уже не первый год в честь празднования Дня Победы организуют работники историко-краеведческого музея. Это нужное дело. Подрастающего для нашего поколения они должны знать ту историю, они должны знать этот подвиг. Поэтому сегодня, я думаю, это очень наглядно и просто здорово. Благодаря историческим справкам, которые размещены рядом с фотографиями фронтовиков и толовиков Второй мировой, люди могли освежить в памяти историю войны, освобождение Славянского района. Все выставленные фотографии – это бесценный архив музея, который помогает пополнять жителей нашего района. На этих фотографиях многие могли найти знакомые лица. Только что мы видели фотографию нашего соседа, ветерана войны, это шпилевой, да, пап? Мы только что обратили внимание. И я только сказала папе, что нужно нам фотографию тоже нашего двоюродного дедушки, героя Советского Союза, принести уже на следующий праздник, 9 мая. Поскольку здесь родственников у нас нет, они все в основном в Адыгее. Ну, такая вот идея у нас появилась. И это очень нужное и правильное дело, конечно, такое надо делать. Вот сын пока маленький, а когда он подрастет, мы уже будем ему рассказывать о войне, и он будет знать историю нашего народа. Это самое главное. С самого утра и до позднего вечера к стендам, расположенным в парке имени Григория Пономаренко, жители города несли цветы. А славянские силачи могли принять участие в акции «Мы сильны, как наши деды». Для этого все вместе им нужно было отжаться 1418 раз. Ровно столько, сколько дней продолжалась Великая Отечественная война. Тех, кто хотел именно так показать, что молодёжь помнит о силе наших ветеранов и что сегодняшнее юное поколение достойно своих героев, оказалось много. Уже через час после старта акции количество отжиманий, которые общими усилиями сделали славянцы, не просто превзошло 1418, а перевалило за 3000. Я был дед, была бабушка. Бабушка сейчас живёт, но она была на морском флоте. И до сих пор она помнит, рассказывает мне, как она воевала. А вот дедушке, ему не удалось выжить. И как бы честь них тоже, как бы я учился и в военной школе, и сейчас как бы спортом занимаюсь, здоровый образ жизни. Вклад Игоря в копилку достижений составил 101 раз. Но и девочки не отставали от парней. 50 и более отжиманий – достойная молодёжь. Эти площадки расположились около стационарного пункта выдачи георгиевских лент, который открылся на улице Красной ещё 23 апреля. За это время волонтёры раздали в Славянске-на-Кубани всем желающим более 16 тысяч лент. Всего по району ленточки, поближе к сердцу, прикрепили более 30 тысяч человек. Получив этот символ нашей памяти, каждый желающий мог внести своё пожертвование, которое переводится на счёт фонда краевого отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Если закрыть на минутку глаза и прислушаться к праздничному шуму города в этот майский день, то можно очень чётко себе представить, каким был май 73 года назад. Победный май 45-го. Неповторимые вальсовые мелодии, смеющиеся голоса, говорящие слова поздравлений, наполнили город. Славянцы очень открыто откликались на акцию «Майский вальс». Закружиться под неповторимое звучание старых мелодий девушки-волонтёры приглашали проходящих мимо парней. Пары, гуляющие по Красной, присоединялись к этому всеобщему ликованию. И настроение у всех после этого танца было приподнятым. Хорошее настроение. Я, самое главное, горжусь своими предками, своим дедом, прадедом за победу. Гордость переполняет. Как бы танец, можно сказать, я честь ему посвящён. Хоть я не умею танцевать, но постарался. Приняли участие в «Майском вальсе» и профессиональные, хоть и юные танцоры, спортивного бального клуба «Академия». И в танце, и в песне, и в стихах, и в спорте. Каждый, кто помнит своих предков, кто считает нашу победу в далёком 45-м великой, мог выразить своё почтение любым способом. Ведь благодарность за их подвиг сокрыта не только в словах, которые говорятся на 9 мая. Благодарность ветеранам должна быть частью нашего восприятия мира каждый день. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».